Это невозможно вообще ни для кого, кто находится там. Я смог увидеть Криштиану Роналду просто вот так, один в один перед глазами. Можно было бы просто выбежать на поле, забить на все правила. Ну и опять же, это Саудовская Аравия со своими законами и со своими правилами, где нарушение какого-то вот такого характера может быть не просто административным или финансовым, а действительно уголовным. Всем привет! Меня все так же зовут Гернель Классико. Я не забыл про этот канал, просто после неудачного выступления в Медиалиге нам требовалась пауза и немножечко времени на то, чтобы прийти в себя и подготовить для вас просто сумасшедший контент-план. Например, сегодня на какое-то время мы отправимся вместе с вами в Саудовскую Аравию в гости командов Аль Наср и Аль Хилляль. А это на секундочку команды, в которых играют Неймар и Криштиану Роналду. Мы в бизнес-лаунде. Это наш оператор Андрей знакомств. Он будет снимать на хорошую камеру, а не на эту. Это Женька. Я видел 30 тысяч бизнес-ланчей, чтобы стать бизнесменом. Короче, мне сказали, можно выбрать кого угодно, чтобы взять с собой в Саудовскую Аравию. Я выбрал Женю, потому что он мне друг. Во-вторых, у него есть проходки во всей этой Sky Priority бизнес-лаунде. И он разговаривает по-английски. Если я вдруг накосячу и побегу обниматься с Криштианом Роналду, то он, наверное, как-то меня отмажет. Короче, рассказываю по порядку. Я периодически залетаю в гости к своим друзьям с телеканала Star TV. У этого телеканала есть эксклюзивные права на Азиатскую Лигу Чемпионов, в которой играют, собственно, все аравийские команды, которые скупили вот этих вот футбольных звезд по всему миру. И, в общем-то, как-то речь зашла за то, что было бы прикольно отправить меня туда к корреспондентам. А еще и для нашего канала я смогу снять выпуск, в котором увижусь лицом к лицу с Криштианом Роналду. Единственное, конечно, Неймар настроение подпортил, потому что когда уже были куплены билеты, забронирована квартира, Неймар чуть ли не в день вылета получает серьезнейшую травму и вылетает на 8 или 9 месяцев. У него там кресты, мениски и вообще, в общем, его колено пошло куда-то по бороде. Ну, естественно, на поездку это повлиять не должно было, потому что там хватает своих звезд, и о них мы поговорим чуть позже. В конце концов, мы ради Криша все-таки едем. Ребят, ну серьезно, если этот видос не заслуживает вашего лайка, то я тогда хрен его знаю, чем вас удивить на этом канале. Может быть, удивить большим новым проектом, который уже практически готов, и, ну, я даже не буду рассказывать, что это за проект, потому что, ну, вы просто сойдете с ума. Поэтому давайте, Бартер, на канале две недели не выходило ничего, сейчас очень важно поддержать ролик лайками и подписками, и даже комментариями, чтобы продвинуть наш канал в топ, и взамен я вам устраиваю новое шоу, которое просто, ну, захватит вашу душу на несколько серий, я вам это обещаю. Ну, а мы с вами отправляемся в Саудовскую Аравию, в город Эр-Рияд. Именно там пройдут два матча, на которые мы с вами сможем попасть. Сам город Эр-Рияд достаточно простой, несмотря на то, что это столица. Красивых высоток, как в Дубае, очень мало. В основном это дома, которые по виду напоминают карту ДАЗ-2 из Контер-Страйка. Ну, и понятно, что много пыли на машинах, на зданиях и в воздухе, ну, и в конце концов, это город посреди пустыни. Ну, мы приехали посмотреть на второй Дубай. Я много слышал о том, что Саудовская Аравия, ну, это в целом как Дубай. Ну, это полная херня. Прежде чем сюда приезжать, стоит изучить местные традиции и устоявшиеся правила. Например, никакого алкоголя ни в магазинах, ни в барах, ни в кафешках. И никаких шорт, даже несмотря на то, что погода плюс 40. А еще никакого общественного транспорта, все передвигаются на тачках и практически никаких пешеходных переходов. Что тоже для меня стало большим удивлением. Короче, в первый вечер мы сняли квартиру, сгоняли в ближайший магазин, чтобы купить себе продуктов на ужин и на завтрак. И уселись смотреть финал медиалиги. Короче, заселились. Здесь есть три спальни. Две такие одиночные камеры, скучные. И одна комната императора. Просто, блядь, с царской кроватью. Поэтому, как настоящие мужчины, мы должны решить эту проблему по-честному. Цу-е-фа-б... Жак, ну проиграл скидывание, сам виноват. Будешь так спать. И спина не устает. Раз, две минуты до конца. Охренеть. Так долго держались, терпели. И внуки вот так вот. Если сейчас шепляков забьет, это вообще, это вообще, это просто, типа... Такого не будет. Дебил, дебил, дебил. Дебил. Все, как это. Это Алишер. Это Алишер. Да, Брок смешно, конечно, спешат. Просто разорвутся, раздевают. Но, надо еще забить этот бой. Да нет, надо не быть, надо не быть. Заброс вперед. Давыд не справляется скидка. Момент может подстыкнуть. Это момент, удар. Я думаю, что это был удар. Так, внимание, подача, возможно, последний эпизод. Сторон шеплякова, момент и удар. Ахренеть. Ахренеть. Выбить, как выбить. Просто выбить. Ничего, ну кой. Просто выбив аут, и ты чемпион медиалиги. И сейчас их Буллитальти ждет, блядь. Ну я вообще бы он взял сейчас, конечно. Даже лучше. Ой, ненавижу я эти разбеги. Ой, я ненавижу эти разбеги. Я бы ненавижу эти разбеги всегда. Я будто рандом нахуй делал. Очень такое. Бля, я прям нервничаю. У меня прям такое внутри. Ну это должно же быть ради чего-то. Ну типа смысл тогда от этого Алишера удара. Да. Ну это должно быть, ну типа уроком ему. Ну это не будет уроком. Он никогда не справится, блядь. Если... Да, если они выиграют, то нихуя не изменится. Это на его совесть. Вдали, вдали, вдали. Да! Да, бой! Сюда, блядь. Я не хочу сказать Алишер. Просто я уже все такой. Ну все, в ровке чемпионы. Ну это карма. Карма Алишеру вернулась за его эгоизм. Ну а то, что я точно знаю, это что за Азиатской Лигой Чемпионов можно следить не только на телеканале, но и в лучшем приложении к спорту Пари. И не забывайте, что регистрируясь по ссылке в закрепленном комментарии, вы не только получаете фрибет 1000 рублей, но и поддерживаете Амкау. На следующий день было очень много планов. Пресс-конференция, открытая тренировка и, конечно же, матч Аль-Хилиаль против Мумбаи-Сити. Я понимаю, что для вас отсутствие Неймара, это уже сразу становится вот этот Аль-Хилиаль не очень интересным. Но на секундочку, там играет Кулебали, Милинкович Савич, Александр Митрович впереди бегает. Ну то есть, реально команда, которая, ну помимо Неймара, еще так уверенно закупилась игроками выше среднего уровня. Слушай, а есть ощущение, что фаншоп Аль-Насара настолько неприметный, что когда такси сюда подъехало, и у меня одного было ощущение, что нас не туда привезли? Нет, он закрыт просто. Я увидел, что там есть форма, и было ощущение, что просто все закрыто. Но ты подходишь, дверки красиво открываются. Короче, перед тем, как идти на матч, надо, естественно, зайти в фаншоп команды и пойдем посмотрим, что там есть. Суть в том, что у них сейчас поменялся технический спонсор и стал Nike. Но для меня большое удивление, что в фаншопе не снимают. Обычно, когда технический спонсор новый, всю старую форму просто, ну, нафиг убирают. Здесь есть три бренда. Так как я молодой папа, мне, естественно, хочется вот такой, блядь. Ой, кстати, да, это прям тебе обязательно надо взять. Ну как, это же очень красиво. 146 СА. 3000 рублей, короче, 3,5 тысячи. Нормально вообще как будто надо брать. Ну, все формы красивые. Ну, они прикольные, они аутентичные, они очень вписываются в традиционность. Вот, знаешь, ну, то есть, вот как будто бы именно такие формы я представляю, когда мне говорят, что это команда из Саудовской Аравии. То есть, это не там Ювентус, не там... Как будто есть частички какой-то вот... Арабской вот этой нотки. Да, арабской культуры. Да, да, да. Для меня, кстати, большое удивление, что нет ни одной желтой майки. Причем на всяких рекламных стендах есть. Даже продавцы в желтой майке стоят. Но, видимо, ее нет в наличии, потому что выкупили все. Здесь только три фамилии, которые, в принципе, можно нанести. То есть, нам сразу на кассе сказали, что даже если вы вообще невероятный фанат какого-нибудь местного правого защитника или вратаря, например, то этого нанесения здесь нет. Здесь только три человека всего. Это вообще офигеть. Ну, то есть, в целом... Роналду, Брозович и Мане. Все. Это три варианта, которые можно сделать в нанесении. Всях остальных просто не имеется возможности. Мы кто? Мы. Не, ну что, хорошая, классная футболка. Она очень футболная. Да, она очень... Найк-топ. Очень классная, хорошая футболка. Очень удобная, в ней кайфово. Поэтому... Сам вхожу, уже не купил. Всем советую. Кстати, если вы внимательно следите за соцсетями, то вы уже увидели, что вместе с телеканалом Старт ТВ мы разыгрываем футболку Криштиану Роналду. Ссылка на розыгрыш находится в описании. Обязательно участвуйте. Ну и в целом подписывайтесь на соцсети Старт ТВ, смотрите Азиатскую Лигу Чемпионов и следите за этим телеканалом, потому что там действительно много чего интересного, эксклюзивного и уникального. Аль-Нассер мы посмотрели, теперь мы в Аль-Хилиале. Здесь, конечно, магазин, ну, сильно посолиднее выглядит. Со стороны выглядит мощнее. Да, потому что мы туда приехали, я реально сначала подумал, у нас не туда привезли. Здесь все сходу видно. Вот тебе Неймар, пожалуйста. Вот тебе, что это Аль-Хилиаль. Ну, посмотри на это. Ну, посмотри, стенд сразу с готовыми Неймарами. Дмитрович, Неймар, Кулебали, Малком, Мичель. О, кстати, вот для сравнения с Аль-Нассером, где есть только нанесение трех футболистов, здесь я уже вижу больше. Ну, цены нет, не написано. Цены нет. Видите вот это, типа, 200 реалов? Это, короче, знаешь, у Найка продавались, есть оригинал Найк. Есть реплика. Ну, не то, что оригинал, а типа топ-матч. А есть фан-майка, она типа из дешевого материала. Это тоже Puma, оригинал, но типа, просто, типа, фан-версия. Вот фан-версия стоит 200, а официальная джерси стоила 440. И 60 реалов, это нанесение. То есть, в целом, нанесение везде стоит одинаково, но майка базовая, там 320, здесь 440. Все равно, ну, дороже прям хорошо. Для меня стало большим удивлением, что на пресс-конференцию пришел не только тренер, но и Садио Мане. А на секундочку, Садио Мане – это суперзвезда, который выиграл Лигу Чемпионов, играл за Ливерпуль в английской премьер-лиге, имеет там на своем аккаунте более 16 миллионов подписчиков. Ну, то есть, это реально мировая звезда. И какой же он простой в общении. Просто максимально добрейший человек, который очень мило общался с каждым, кто на этой пресс-конференции задавал ему вопросы. Ну и что самое крутое, он никому не отказал в фотографии, когда уходил после пресс-конференции. Ну что, мы только что побывали на пресс-конференции, где не поняли нифига. Но мы послушали Каштра. Это тренер, который раньше был в Шахтере, и обыграл Риал Мадрид. Вот, теперь он главный тренер команды Аль Наса. Сейчас открытая тренировка. Я так понимаю, что будет около 15 минут. И нам можно будет посмотреть, вот здесь находиться, здесь за воротами. Я надеюсь, что если Криштиану ударят в мою сторону, я постараюсь подставиться, чтобы он попал мне в лоб. Как и ожидалось, на открытой тренировке не особо много чего интересного можно увидеть. Они размялись, побегали под кругу. Сейчас просто играют в квадратик, смеются, угорают, хорош не стренят, предыгровая тренировка. Но, в общем-то, все для журналистов на сегодня. Я думаю, вход сейчас будет закрыт. Нас выгонят, они какую-нибудь тактику обсудят. И вот завтра мы будем здесь за воротами. И это должно быть интересно. Потому что допуск до воротаря прям очень близко. И если Криш забьет, ну, мы отпразднуем вместе с ним. Аль-Хилляля – это один из самых крутых клубов Саудовской Аравии, один из самых популярных. И мы, приходя сюда на стадион, увидели очень много... Вот, жалко, это не Криштиан Роналду и не Неймар, но, тем не менее, это футболист, я так понимаю, Мумбаи. Ну, так вот, очень много обычных людей, которые приходят в игровой форме своей любимой команды. Поэтому видно, что целые сектора есть в синей форме, в домашней Аль-Хилляля. Вот, и все приходят в основном с номером 10 на спине, с фамилией Неймар. Даже несмотря на то, что сегодня в этом матче он принять участие не сможет. Очень красиво, реально потрясающе поют болельщики. Вот я шел, и меня прям заворожило. То есть я иду и думаю, охренеть. Вот чем это сильно отличается от того, что мы видим, особенно в медиафутболе. Ладно, в профессиональном футболе, естественно, у каждого там топ-клуба есть свои фирменные кричалки. Ну, а именно песни, чтобы вся трибуна пела подряд и уже довольно долго, они долго поют уже. И это, не знаю, меня очень завораживает. Они прям в унисон поют, круто. Это читалось слишком сильно. Тут прям Лига Чемпионовская атмосфера, реально, понимаешь? Темно, очень прикольный стадик какой-то. Кстати, команда из Индии очень круто, видно, пообщались, видимо, в перерыве. И они друг друга прям очень круто подбадривали сейчас. То есть они такие, типа, на угловой выбили, все друг другу пять дали, все, каждый в команде друг другу дал пять. А вратарь, кстати, бутсы переоделал. Опа! На спокойничке, блядь. Снял просто. Не, как тупо он не вытащил сейчас. Видел? Такой, типа, вот так вот просто руку поставил, чуть прыгни, прыгни чуть сильнее, будто бы взял бы. А, ну он на бегу был. Он, короче, не остановился перед ударом и без шансов. Этот опытный три из трех снял. Три из трех начинал снимать. И снял голы. Ебать! Ебать! Бля, я не стебал, я не нажал! Ты не нажал? И только поэтому Аль-Килляль забивает в ног и в ног. Я не нажал! Просто разгром! Я снял! Просто разгром! Давай! В меня нахуй! Сука! Наеба! Пиздец! Пиздец! Просто вообще, это, блядь, что? Они просто убивают их. 90-е минуты, они возят, 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 возят. Я сейчас позвоню полицию и заявлю об изнасиловании. Потому что это изнасилование при людях! Ну что, сегодня знатно прибили в Азиатской Лиге Чемпионов команду из Индии. Мумбай-Сити, конечно, еле ноги унесли. Казалось, до середины второго тайма, что где-то даже, может быть, команда ближе, чтобы сравнять. Да, они вроде вышли-то хорошо. Головой, через себя, между ног, в касании. Все было просто, ну реально, очень много красивых, классных голов. Друзья, это ПТСК. Вы такие штуки, возможно, видели у нас на канале так точно. Это машина, которая полностью набита оборудованием. Куча мониторов, куча всяких приборов. Туда приходит сигнал, и потом отсюда идет во все трансляции мира, куда бы ни шел сигнал дальше. И самое прикольное, что неважно, какого уровня трансляция, будь то Азиатская Лига Чемпионов. Главное, что мы сейчас увезем отсюда эту штуку нахрен. Очень-очень много мониторов, очень много разных приборов. Здесь все это монтируется, здесь повторы показываются. Здесь есть у режиссера трансляции все виды камер, которые есть на стадионе. Обязательно какая-нибудь камера отдельно снимает Криштиан Роналду. Причем, короче, на самом деле, кроме шуток, центр управления здесь выглядит, как какой-то центр управления полетами. То есть буквально ежесекундно редакторы, они каждый там следят за этим. Давай, переключай на вот эту камеру, теперь надо вот это показать. И именно поэтому в трансляции вы в нужный момент видите нужные эмоции от нужного человека. И это очень прикольно, когда они, знаешь, какая-нибудь там драматичная серия пенальти в конце, и там увидели, как вот там тот, кто не забирает. Кручок тренера, еще что-то. Вот прямо сейчас можно показать как раз, да, там раз, вот важно там. Кто пришел показывать сейчас общак, до этого показывали крупно тренера. Прикольно очень. Стадион сильно прикольнее с точки зрения именно атмосферы у поля. То есть мы находимся вот очень-очень близко, в отличие от стадиона Аль-Хилиали, где еще беговые дорожки, и там помимо беговых дорожек еще довольно большое расстояние от ворот. Вот здесь же, если встать, вот где-нибудь, например, вот тут, на разминке, и тебе прилетит удар в лицо, это будет очень больно. Там все-таки расстояние чуть-чуть поближе. Мы на стадионе Аль-Настер, мы ждем Круччана Роналду, он вот-вот выйдет на поле. Это будет великолепно. Действительно ждем. Вот так вот. Это непередаваемое ощущение, потому что ты видишь Роналду так близко, как никогда. Да, я был когда-то на матче Реала, и это было издалека с трибуны, а здесь у тебя допуск, прям вот, фактически пятюню можешь отбить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте, ну, Криш, конечно, на дитяшем опыте. Он такой сделал вербок через поле в атаку, пас до него не дошел. Пока он вернется спокойненько, такой на вальяжном, выйдет из офслайда. Но потом отдал с голевой пяткой, и все в порядке. Второй тайм начался, мы теперь за воротами на другой стороне. Вот, опять так же смотрим за воротами, в которые атакует Аль-Настер, и надеемся на уже не голевую передачу, а прям на гол Криштиану. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как же круто, трибуна, уже такая, мяч идет, подача на Криша, он выпрыгивает, и все уже такие, да, а он не попал. Но в итоге забил Моне. И я пока, вот вчера у тебя было удачливее, когда ты включал камеру, а не забивали. Сегодня я два из двух. Да бей, давай, в меня. Ебать! Что он положил, блядь? Что он положил? Что он, я кричу петь, и он пробил. Блядь, как он положил. Сумасшедший. РОНАЛДО! 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 Голы на любой вкус, это первый гол в дальнем ворота, но счет нормальный, честно, 3-1 устраивает. Правда, знаете, есть такое ощущение, честно, вот когда ты сюда на стадион попадаешь, где команда Роналду, что это как будто бы большое шоу, в котором главные герои, как бы ни складывался матч, все равно там все забьют, все победят, и типа вот положительные вот эти вот эмоции ты все равно испытаешь. И так как будто, я не знаю, как будто случайно, но специально так и выходит. Мане забил, Роналду забил, есть что-то наподобие борьбы, 3-1, и интересно сейчас будет смотреть за концовкой. Это вообще охренеть не встать, это вообще восторг, какой перфом... Ты представляешь? Вот честно, кто когда-либо организовывал мероприятие, ну хотя бы на человек 50. Так вот, кто когда-либо организовывал мероприятие, хотя бы человек на 50, да даже на 20, это пипец какой геморрой. 10 тысяч человек организовали, ну то есть это точно десятка. То есть стадион, он всего 25 мещает, здесь где-то 20 есть, это десятка. 10 тысяч человек организованно, единовременно делают топовый перформанс. Даже вот ощущение этого завораживает. Я придумал шорт. Криштиан Роналду нюхает бутсы партнера? Он нюхал бутсу, я в шоке. Он смотрел видео Нечая, реально. Он смотрел наши старые ролики, где мы нюхали бутсы друг друга. Он сказал, это твердая единичка. Он просто машина. Он просто машина. Матч закончился. Аль Насов побеждает 4-3. Просто фантастический перформанс от Криша, от Мане, от Талиско. Блин, фантастика, правда, реально. Увидеть это вживую очень дорогого стоит. Топово. Вообще, я вчера не так это чувствовал, как сегодня. Сегодня я понимаю, что мы реально счастливчики попасть на не просто матч Криштиану Роналду, а реально на тот матч, на котором он феерил. Честно, вот сейчас я нахожусь дома, уже вернувшись из Саудовской Аравии, вернувшись из этого замечательного путешествия. И у меня не укладывается в голове, что в этот день я смог увидеть Криштиану Роналду просто вот так, один в один перед глазами. И просто смог посмотреть на него. Он посмотрел на меня, я мог обменяться какой-то фразой с ним, что-то сказать, что-то... И, конечно, вы поймете, мое расстройство, это что, такого доступа, чтобы прям приобняться с ним, чтобы сфоткаться, такого, к сожалению, просто, ну, невозможно. Это невозможно вообще ни для кого, кто находится там, потому что у него всегда есть огромное количество охраны, которое не подпускает ближе. Хотя наша аккредитация была, ну, максимально близко. Я, типа, находился вот прям всегда в метре от Криштиана. И опять же, кто-то из вас напишет, что можно было бы просто выбежать на поле, забив на все правила, но, во-первых, я бы очень сильно подставил телеканал, ну, потому что они получили аккредитацию, они имеют эксклюзивные права, и к нам там супер вежливо и супер хорошо относились вообще все. Конечно, лишили бы аккредитации не только меня, но и телеканал со своими эксклюзивными правами тоже пошел бы нафиг, а как бы, извините, СтарТВ для меня вон какую поездку организовали. Ну и опять же, это Саудовская Аравия со своими законами и со своими правилами, где нарушение какой-то вот такого характера может быть не просто административным или финансовым, а действительно уголовным. Поэтому ивент для нас закончен, это было какое-то потрясающее, на самом деле, путешествие. У меня есть фотки с Кришем, как, знаешь, как у Сталкера, вот эти вот, где типа из кустов вылезаешь, вот, но есть видос, где мы с Жекой на пресс-конференции с ним, было действительно кайфово, очень атмосферно. Ну и один-то вопрос мы все-таки ему задали. Да. У нас тут Алишер промазал. Ну как промазал? Ваут не выбил, и Броки проиграли. Ты бы выбил Ваут? Да, конечно, я бы выбил Ваут. Я считаю, что Алишер поступил очень подло и просто не дал Брокам выиграть МФЛ-4. и на его месте я бы выбил Ваут и выиграл БМФЛ. И как по мне вы очень незаслуженно вылетели, я ждал вас в финале, но к сожалению вы проиграли Файт Найтас. Я очень надеюсь, что зрителям понравилось это видео и они подпишутся и поставят лайк. С вами были Герман, Женя и Криштиан. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok